Ауду биллахи мина шайтан и рожим, бисмиллахи ррахмани ррахим, ва бихи настоин, вахваххиру насрин и вамуин. Вассалату, вассаламу аля сейдал-анбияю аль-мурсалин, ва аля алихиттайбин, аль-тахирин, аль-масумин, ва ла анатудда имату аля адаихи маджмаин, и ла акиявми яуми ддин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сестры. Продолжаем наше занятие. На прошлых занятиях мы говорили о могуществе Бога и попытались ответить на одно очень распространенное сомнение. Сегодня коснемся еще одного важного вопроса, касающегося могущества Бога. Этот вопрос мы отчасти разобрали на предыдущих занятиях, если вы были внимательны. Этот вопрос касается того, распространяется ли могущество Бога на нечто предосудительное, то есть на зло, на то, что может быть названо злом. Здесь имеются разные точки зрения. С одной стороны, это злиты, которые ограничивают могущество Бога и говорят, что могущество Бога не распространяется на предосудительное и зло. То есть Бог не может сотворить зло. Бог не может. Нет такого могущества у Бога, чтобы сотворить предосудительное. С одной стороны, вот излиты. С другой стороны, ашариты, которые говорят, что Бог всемогущ. Всемогущ, всемогущ, и нет пределов могущества Бога. И более того, они идут намного дальше. И утверждают о том, что Бог может сотворить зло и предосудительно, и не только может сотворить. То есть это для Бога является вполне приемлемым. Нету никаких преград для этого. И существует третья точка зрения, которая исповедуется последователями непорочного семейства, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи и алейхи и ассалям. Они утверждают, что могущество Бога безгранично. То есть могущество Бога распространяется в том числе и на предосудительное зло. То есть Бог может совершить зло. Бог может совершить предосудительное. В этом последователи непорочного семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи и ассалям, саллаллитами единогласны. Оно не согласно с мутазилитами, которые ограничивают могущество Бога. Но они согласны с ашаритами в том, что Бог приемлемо для Бога совершение зла, как утверждают ашариты. То есть ашариты не просто утверждают, что Бог могущ над предосудителем, что может совершить предосудительное. Более того, они утверждают, что это приемлемо для Бога. И они идут намного дальше. Они утверждают, что зло и добро определяются не само по себе, а определяются именно действиями Бога, приказами Бога, повелениями Бога. Они говорят, что если бы Бог приказал убийство, кражу, вранье и так далее, то это было бы самым, что ни на есть, добром. А его противоположность была бы злом. Например, правдивость была бы злом, было бы предосудительным. Если бы Бог приказал людям лгать, то ложь была бы добром, самим добром. В этом последователь непорочного семейства пророка Мухаммада, не согласна с Ашаритом. Они говорят, ни в коем случае, потому что добро и зло имеют самостную характеристику, что вещи сами по себе являются добром и злом, а не только потому, что Бог так сказал. Наоборот, Бог сказал, что то или иное является добром или злом, потому что они были добром и злом, что они представляют из себя добро и зло. Именно поэтому Богом они названы добром и злом, а не наоборот. Они не являются добром и злом только потому, что Бог так сказал, а наоборот. Бог сказал, потому что они являются добром и злом. В этом последователь непорочного семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, очень сильно отличаются от Ашаритов и утверждают, что могущество Бога распространяется на предосудительное, но предосудительное от Бога проразойти не может. Не может Бог совершить, не может этого произойти никогда, чтобы Бог совершил несправедливость. Не потому что беспомощен совершать зло и несправедливость, а потому что отсутствуют причины, по которым Бог может совершить то или иное злодеяние или же несправедливость. Например, наказывать за добрые дела человека и награждать за злодеяние. Этого не стоит ожидать от Бога. Это никогда не будет происходить. Почему? Потому что нет причин. И этих причин никогда не будет. Что за причины для несправедливости и предосудительного или зла мы говорили на прошлых занятиях. Это нужда, это невежество, это беспомощность. Все эти причины, которые являются причиной несправедливости и зла, отсутствуют в Боге. И учение непорочного семейства пророка Мухаммада утверждает о том, что могущество распространяется, но этого никогда не произойдет. Это как раз второй вид невозможного, который мы разбирали на одном из предыдущих занятий. На этом мы закончим рассмотрение первого атрибута, который имеет актуальность, имеет важное значение для разбирательства. Именно атрибута могущества. И перейдем к обсуждению второго. Самостного атрибута Бога к атрибуту знания. И напомню, что самостные атрибуты – это атрибуты совершенства, отсутствие которых означает несовершенность, а наличие свидетельствует о совершенстве. В отличие от атрибутов действия, которые такой особенностью не обладают. То есть отсутствие этих атрибутов не является несовершенством, а наличие не придает никакого совершенства его владельцу, владельцу этого атрибута. Обсуждая вопрос о данном атрибуте, вопрос о знании, мы коснемся ряда вопросов. В первую очередь, это, конечно же, наличие самого атрибута знания. Обладает ли Бог знанием? И позже мы обсудим вопрос о том, ограничено ли знание Бога, или оно безгранично. И приведем соответствующие доказательства. Но прежде чем приступить, давайте постараемся понять, что из себя представляет знание, и нуждается ли оно в определении. И здесь необходимо заметить, что знание нисколько не нуждается в том, чтобы его определять. Почему? Потому что каждый из нас так или иначе обладает знанием. Конечно же, неподобным знанию Бога. Знание Бога бесподобно. Причем безгранично бесподобно. Расстояние между знанием Бога и знаниями творений безгранично. Но при этом каждый из нас прекрасно понимает, что значит знать. Знать, как решить ту или иную задачу. Знать, как пройти по тому или иному адресу. Знать, как построить тот или иной аппарат, то или иное устройство и так далее. Мы знаем, что такое знать. Знаем, что такое знание. Потому что сами обладаем знанием. И поэтому знание ни в коем случае не нуждается в определении. Даже более того, если мы попытаемся определить знание, то мы только запутаем друг друга. Но есть необходимость разобраться в другом вопросе, в разновидностях знания. Дело в том, что знание бывает двух видов. То есть изначально логически делится на два вида. И это деление дихотомическое, то есть двучленное, где третье наличие и возможность третьего просто исключена. Почему? Потому что дихотомическое деление это деление на основе наличия и отсутствия. Каким образом? Например, в данном случае, когда мы говорим, что знание в первую очередь делится на два вида, мы говорим о наличии посредника и отсутствии посредника. Может ли быть что-то между ними третье? Например, то, что не обладает посредником и не лишено посредника. Конечно же, нет. Это дихотомическое, логическое деление, двучленное деление, наличие третьего, которого исключено. И поэтому, конечно же, и знания Бога являются одним из этих двух видов или посредственным знанием, или непосредственным знанием. Третье просто невозможно логически. Это как раз является самым невозможным. Поэтому исключена возможность третьего вида. Что из себя представляет посредственное знание, что из себя представляет непосредственное знание? Посредственное знание – это знание, в котором наличится посредник-повествователь. Повествователь, чтобы представить себе, каким он бывает, представьте себе телевизор или радио, которое повествует вам о чем-либо. Например, рассказывает о горе Эверест. Вы через телевидение или через радио получаете знания о горе Эверест, но получаете через посредника-повествователя. А в непосредственном знании данный повествователь, посредник-повествователь просто отсутствует. Вы как будто бы саму гору наблюдаете. Но дело в том, что наше знание и этот посредник-повествователь намного сложнее, чем телевизор и радио. И именно поэтому многие из нас, даже абсолютное большинство из нас, просто не замечают этого посредника-повествователя. Им кажется, что они наблюдают вещи и получают знания о вещи непосредственно, без посредника-повествователя. Почему? Потому что этот посредник-повествователь, через которого мы получаем знания, он кардинально и качественно отличается от телевизора. Он намного качественнее телевизора или радио. Если мы замечаем радио, если мы замечаем, что знания получаем через радио, то данного посредника-повествователя мы просто не замечаем, потому что он качественнее. Обладает совершенно другим качеством. Это как если бы вы смотрели в зеркало, масштабы которого охватали бы весь горизонт, и вы не видели бы края, и думали бы, что на самом деле видите сам пейзаж, а не отражение пейзажа в зеркале. Что-то подобное представив, мы понимаем, что значит качественный посредник-повествователь. Итак, знания в первую очередь делятся на посредственное и непосредственное, но так как наше занятие сегодня подошло к концу, мы рассмотрим продолжение данного вопроса на следующем занятии. Я прощаюсь с вами. Ва-саламу алейкум, ва-рахматуллахи, ва-баракату.